Поролевство Нидерландов. Большое спасибо, господин председатель. Я благодарю за возможность выступить сегодня от имени Нидерландов и народа Нидерландов. Сегодня мы напоминаем о трагедии малазийского рейса MH17, которая произошла чуть более года назад. Мы скорбим по всем 298 мужчинам, женщинам и детям, которые были на борту этого самолета, направлявшиеся из Амстердама в Куал-Умпур. Сегодня мы также призываем к правосудию. 17 июля в ходе памятной службы в честь семей жертв я вновь увидел, насколько глубоко эта трагедия раднила стольких людей в Нидерландах и других скорбящих странах. 196 нидерландских граждан погибли, невинные мужчины, женщины и многочисленные дети. Многие же семьи и друзья остались позади, в отчаянии и задаются вопросом, почему именно они. Поэтому они стремятся к правосудию. Они кричат о необходимости установить ответственность о том, чтобы этот важный орган действовал. В ответ на инцидент Совет Безопасности принял решающую резолюцию, резолюцию 21-66, осудив падение MH17, что привело к утрате многочисленных жизней и призвал все заинтересованные стороны содействовать восстановлению и репатриации, а также призвать виновных к ответственности. Данная резолюция дала всем надежду, надежду тем, кто потерял близких. Моя страна выполнила данную резолюцию. Мы разработали трехэтапный подход в сотрудничестве с другими пострадавшими странами. Во-первых, репатриация и опознание жертв. Во-вторых, тщательное и независимое расследование причин трагедии. И третье, правосудие во имя жертв и ответственность для виновных. Нидерланды регулярно и тщательно информировали Совет о прогрессе по этим трем шагам. Во-первых, все, за исключением двух жертв, оба нидерландские граждане были опознаны и репатриированы. Во-вторых, техническое расследование причин крушения почти завершились. И полностью независимый Нидерландский совет авиабезопасности вскоре выпустит доклад в октябре. В-третьих, уголовное следствие ведет совместные следственные группы, состоящие из Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов. И они далеко продвинулись в своем расследовании. Это подводит нас к нашей конечной задаче. Мы должны привести, вызывать к ответственным тех, кто напрямую или косвенно отвечает за падение МХ-17 и наказать их. Это не только наш долг в отношении жертв данной трагедии. Важная резолюция Совета безопасности 2166 требует этого. В резолюции 2166 Совет признает свою авторитет, а также ответственность за то, чтобы этот вопрос был доведен до логического завершения. Вновь подтвердив международный юридический запрет на акты насилия, которые вставляют угрозу для международной гражданской авиации, призвав все государства полностью сотрудничать с международным расследованием данного инцидента. Потребовав, чтобы, я цитирую резолюцию 2166, чтобы виновные за данный инцидент были призваны к ответственности и что все государства должны полностью сотрудничать с усилиями по установлению ответственности. Это подразумевает международное обязательство судебно преследовать виновных. Хотел бы задать вам вопрос. Когда Совет призвал все государства действовать таким образом, Совет разве не предполагал, что также несет такую ответственность? В конечном итоге это самый высокий политический орган, представляющий международное сообщество. Когда Совет решил активно следить за этим вопросом, разве он не подразумевал, что у него будет роль в гарантировании соблюдения резолюции со стороны всех государственных членов ООН, в интересах всех, кто погиб в тот день в небе над Украиной. От имени Нидерландов Австралии, Бельгии и Украины Малайзия представила Совету тщательный и аккуратно разработанный проект резолюции для создания международного трибунала по главе 7. Нашей целью является создать своевременный, деполитизированный и авторитетный механизм для того, чтобы виновные понесли ответственность. Господин председатель, мы пришли в Совет с желанием увидеть правосудие в самом эффективном, объективном и легитимном ее проявлении. И у нас были хорошие шансы на успех. Я благодарю тех членов Совета безопасности, которые поддержали Малайзийский проект резолюции. И те, кто считают, что это жуткое преступление, заслуживают внимания Совету безопасности и самого лучшего механизма судебного преследования, который у нас только есть. И я выражаю свое глубочайшее разочарование тем, что Россия использовала свое право вето для того, чтобы помешать Совету обеспечить правосудие. Я мысленно с семьями жертв, которые возлагали большие надежды на решимость Совета создать такой трибунал. Мы внимательно выслушали аргументы о беспокоенности России. Мы участвовали в диалоге и ответили на все ее вопросы. Мы четко заявили о том, что это оптимальное решение с учетом необходимости обеспечить ответственность в рамках Совета безопасности. Процесс установления ответственности полностью с соответственными международными стандартами. Нет смысла в том, чтобы Совет остановился здесь. Как было сказано, Нидерландский Совет завершил расследование причин и опубликует свой доклад в октябре. Теперь мы должны действовать в соответствии с этими результатами. Мы аргументировали создание механизма судебного преследования, который выходит за рамки политики. Мы должны обеспечить независимую и деполитизированную процедуру, прежде чем результаты данного следствия укажут на возможных виновных. Мне сложно понять, чтобы член Совета безопасности препятствовал правосудию в случае трагедии, от которой пострадали так много людей. Безнаказанность посылает опасный сигнал и будет угрожать безопасности гражданской авиации, безопасности всех вас и вашей безопасности. Мы, страны, работающие сообща, в рамках уголовного расследования не остановимся в наших усилиях для того, чтобы виновные в этом насильственном действии понесли ответственность. Мы заручились поддержкой многих представителей в этом зале и за его пределами. Моя страна не успокоится, пока все факты не будут установлены и правосудие не восторжествует. Мы рассчитываем, что мировое сообщество продолжит сотрудничество с нами в наших усилиях по привлечению к ответственности виновных согласно резолюции 2166. Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат совместную работу для нахождения оптимальных способов привлечения к судебной ответственности виновных. Мы продолжим совместную работу для того, чтобы справедливость восторжествовала. И мы не будем терять времени в этой работе. Благодарю вас. Продолжение следует...